здравствуйте друзья всем доброго времени суток сегодня напишем горный пейзаж будут горы красиво чистое небо приступаем палитра индиго синяя фице голубая это краплак красный зелено-травяная кадмий желтый светлый титановые белила взял разбавитель давайте сначала наметим что у нас где можно родным цветом можно несколькими цветами вот так пройдет здесь уже смотрим как у нас выходят горы так там вдали и горы она слегка ниже вот это ударе слегка заходит работа на чистом омывает спирите без запаха на или пенен тоже отлично подойдет здесь даже как бы водопад как я понимаю я хочу вот эти темные слегка до уточнить теперь выделим где у нас туман здесь более темная туманным вот слегка будет видно одно же я горы сделали небольшой контурный рисунок если что-то где-то нужно переместить что-то неправильно поставили все это же дорабатывать на первом слое ну что когда уже набросаем большими пятнами основными цветами потом будет сложно перемещать лучше сразу увидели подошли что-то не так слегка изменили залезли больше небом допустим и слегка до изменили давайте начнем с неба для неба буду использовать небесно-голубую все пишем на чистом разбавителе white spirit для запаха первые слоя делаю более тоненький делаем на разбавителе добавляю немного синих и ци вот здесь нам нужно более темный вверх сделать сейчас все это закрасим и за то же самец небесно-голубая слегка синие фото добавили и чуть-чуть краплака слегка с теплотой не быстро закрашиваем развитие как вы втираю в холст краску книзу больше небесно-голубой сейчас мы первые слои напидаем вверх у нас будет более темный согнувает этот угол можно сразу чуть-чуть делать темнее книзу больше небесно-голубой можно слегка добавить белин это больше краплака или розовый заходим на скалы здесь больше белин еще больше и тем более светлые овальная кисть кстати можно брать побольше особенно если у вас там больше картина вот такая вот синтетическая более мягенько все делает и все это разглаживаем здесь сразу небо делаю еще просто небесно-голубой вверх добавлю до серединки можно слегка затем нить дайте доходя до середины небесно-голубой добавим краплака вот таким вот оттенком проходим низ больше берем краплака вот такой вот нежно-розовый и слегка с теплотой и еще ниже еще больше белин тот же замес просто играемся с бегом ближе к низу можно еще больше белин здесь показать что это дали более светло теперь повторяем процедуру разглаживаем такими восьмиобразными движениями то есть вот так заглаживаем не просто вот так это как бы пишем восьмерочку но очень быстро вот так вот сгладили теперь давайте кинем облачков делаю чистыми белилами разбавил белила есть у нас более яркие облачка трансе основные найти примерно форму повторить вот здесь вот так заходит здесь тоже есть видите слегка прокручиваю кисть когда прокручиваю она оставляет больше краски да это удобно вот здесь еще облачко одно слегка побольше здесь разорвало ветром одно и то же облачко все основную яркость мы добавим на втором слое с просто покажем где у нас находится наша . облачко у нас как бы готова я слегка их растушую очень слегка такими же движениями для первого слоя нам принципе этого достаточно теперь давайте начнем наши скалы взял чуть-чуть индиго добавил замес небо учатся индия небесно голубая белила здесь краплак остался вверх скалы темный к низу больше светлого тот же замес что я вам еще советую взяли вот эту область хорошо рассмотреть или на ход прописываем именно задний план гор примерно закрашиваем к этому краю больше шевелил чтобы было ощущение дальнего плана закрасил вот таким вот я более светлым вот это вот больше индиго вот эту часть более темную сделаем индиго больше синего снимаем синий фице эти за счет оттенков получилось это кажется дальше это более темная более контрастная она уже кажется ближе к нам вот это про поближе скала больше индиго более темная особенно вот этот край я на один край кисточки набрал больше темного получается вот смотрите сделал замес больше индиго размешал допустим это прямая кисть двоечка и один край больше вымазал в темное один уголок провожу здесь получается более светлая вверх более темно здесь вниз более темный тоже больше индиго это можно взять сейчас побольше кисть уже я не хотел большой кистью но вот этом дальнем плане там неудобно более светлый вверх у нас останется темный нам так и нужно закрашиваем небесно-голубая индиго сходимся с этим нашим темным где больше индиго не использовали у у у у у у у у у Вот эта скала у нас более теплая, для нее берем кропа, белила, небесная голубая, можно больше каплака. На этой скале сразу стараемся найти тоже более темные места и теперь в этот же замес больше белил. Вот здесь у нас пока есть просто, видите, без деталей. Здесь более темная, вот так контур. Покажу у нас вот так, здесь слегка больше выставки. Все условненько, видите, я все правильно делаю быстро. Основное нахожу. Где у нас какой выступ, просто такими большими полосочками. Зеленую травяную взял, ну чуть-чуть желтым разбавил. Можно чуть-чуть индиго добавить. Вот так растительность у нас пройдет. Она уйдет и дальше, здесь у нас она на свету. Вот так у нас лежит туман наш. Для этого белилая, единственная голубая, чуть-чуть индиго. Больше белил. Вот такой вот серый. Вот так у нас пойдет более темная. Зеленая травяная, можно индию. Здесь лучи солнца у нас уже не попадают. Кое-где больше индиго. Вот здесь. Здесь полосочки темные тоже вот так проставить. По направлению склона. Вот так. Появли вот здесь. Ищем теперь самые темные места. Здесь слегка с тумана видно. Вот здесь как бы елочки заходят. Растительность еще видна. Можно взять ту кисть, которая делала в небо. Вот здесь более темный. Можно с индиго, делила индиго. Как бы такими круговыми движениями. Кое-где поставить более темные. Чтобы было ощущение, что туман перекрыл какую-либо растительность. Вот так все мутненько сделать, растушевать. Дополнительно растянул по склону краску. Теперь больше белил. В этой же кисти взял больше белил. И вот здесь таким же образом более быстренько закрашиваем. Закрашиваем. Здесь больше закрашиваем. У нас деревья повыходят. Но лучше пусть выходят уже на нашу туманность. Туман эта белила. Небесно-голубая индира. Снова нам в помощь наша кисть. Можете обычной строительной слегка сгладить эту нашу туманность. Сразу без деталей не будем прописывать деревья. Полностью стволы. Берем индиго. Взял угловую кисть. И все примерно вот таким вот полным оттенком сразу закрашиваем. Закрашиваем кистью. Вот такую вот ровную кисть. Она более плоская. Взять небесно-голубую. Чуть-чуть индиго. Вон есть кое-где показать, что есть деревья. Небесно-голубая индиго получается. Мажется еще и тем, что у нас туманность. Получается сразу как бы туманно. Деревья наши получаются. Их как бы и видно, но и не лучше. Дал часик, чтобы картина слегка подсохла. Уайт спирит выветрился. Оно еще мажется. Но доработать уже можно. Небо те же оттенки сделаем. Просто более плотно закрасим. А облачка я сейчас скажу. Теперь сделаем затемненные участки на облачках. Взял кисть круглую. Взял белило. Индиго. И чуть-чуть краплака добавим. Чтобы слегка теплые были. Проставим ее на самые темные участки. Присутствуют на облачках. Есть кое-где. Чуть-чуть. Мягко растушевываем. Там больше облака светятся. Но чтобы их засветить, нужно показать темные участки. Добавят контраста. И будет более светящееся облачко. Разбавляю все на втором слое. Кстати, уже тройничок. Теперь ищем, где у нас светлые участки на тучках. Белило. И чуть-чуть можно кадмия красного. Тоже более теплые делать. Смешиваем с нашим темным. Не полностью перекрашиваем. Слегка сходимся. И слишком красного много тоже не нужно добавлять. Чуть-чуть. Чтобы слегка-слегка был теплый оттенок. Видите, в основном верх и низ серединку не высветляют. Маленькие облачка сразу показываю. Сейчас мы это все еще слегка растушуем. Когда большой слой, видите, сразу более ярко получается. Набирайте достаточно краски. Это не значит, что нужно вложить сантиметровый слой. И вот это облачко таким же образом. Проходим в основном вверх. Видите, набрал краску. Достаточно много. И самые яркие участки. Здесь у нас в основном вверх можно пройти. И низ. Облачка у нас засветились. Можно даже не избавлять. Не растушевывать. Ничего так и оставить. Если хочется, можно и этой же кистью. Можно взять другую. Слегка сгладить. Но именно слегка. Если собьете слой краски, так светиться уже не будет. Мелких еще можно добавить. Чтобы показать, как бы облачко ветром слегка разогнало, разорвало. Вот эти, которые поменьше облачка. Их или менее постозно ставьте. Не так много краски ложите. Вот эти большие. Или вытерите кисти, если получилось слишком ярко. И слегка растушуйте. Они будут более прозрачные. Будут смотреться как мелкие растянутые точки. Взял кисть, единичку круглую. Взял белила, индига и красный. Сначала нужно побольше индига. Вверх более темный. Проходим. Сначала ищем, где более темные участки выступают. Ставим их. Сначала ищем, где более темные участки выступают. Музыка. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот такие небольшие мазочки! Оставляю просветы! И вот здесь кусочек! Тоже у нас более яркое. Зелёная травяная и жёлтая, и кадмий жёлтый слегка вот тут. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте доделаем вот эту скалу, взял ровную кисть побольше, ровная двоечка. Вот таких сейчас полосочек проставлю. Сейчас понахожу самые тёмные места более крупной кистью. Здесь, как в тумане, тёмные ёлочки. Взял вот такую прямую кисть. Это она же, я не ей делал. Вот такие небольшие деревья с просветами так оставляйте. Вот так быстренько-быстренько понакидывать. Чистый индига набрал. Здесь у меня она ещё пока мажется, это удобно. Здесь уже прозрачные получаются. Дети просвета оставляйте обязательно. Вот здесь этой же кистью. Уже под углом вот такие кисть держу под таким же углом. Подобавляю таких вот тёмных участков. Ты сейчас снова ускорю. Принцип тот же, как делать здесь, так и здесь будет делать. Взял ровную кисть. Это нулёнка. И вот здесь нужно зелёной травяной. Зелёная травяная здесь смешается. Она сама с индией. Будет бурить ум. Вот здесь слегка показать, что есть растительность. Книзу просто больше кадмя жёлтого добавлять. Вот там вот такие вот. Кое-где проставлять. Чтобы оставался и тёмный. Жёлтый. Тёмный-зелёный наш. Сюда зайти. Она слегка добавит. Грубо говоря, пустой кистью сюда просто зашёл. Небольшой жёлтый оттеночек добавился. Смотрится как, вроде бы, именно эта растительность здесь в тени смотрится более тёмно. Тучки закрыли. И вот здесь попадают цвета, а здесь нет. Чтобы было похоже сойтись и здесь показать, что оно где-то только темный-тёмный зелёный utterly клипс надishi, темный-темный. У Ninjanna-ho Stand Коммерти Your cooperation Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok и нефть и потом добавлю белила еще покажу вот так более яркие с белилами вот так пройду здесь более такую пушистенькую возьмите не важно как вам удобно и сразу теперь накидаю более темное такое здесь кое-кде темные останется теперь возьму кисть и ничку И аккуратненько прорисовываю деревья. Более темные стволы и ветки это индига с кадмием красным слегка. А вот такие листочки с красным, которые более красные, вот здесь они будут, вот здесь больше кадмия красного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok